всем привет дорогие друзья вы на канале катрин а это 75 серия ведьмака 3 дикая охота решила я немножечко отстраниться от основных заданий так получается все надеваем тапки и перчатки то геральт совсем забылся после трис не надел одежду свою смотрите карта мира у нас основные 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 задания мне хочется немножечко побегать и вот смотрите у нас тут есть целых три знака вопроса потом вот этот вот домишкиш какой-то вот домишкиши вот еще в общем я хочу пробежаться вот здесь может по открываются еще какие-то точки и добежать до доски объявлений это последняя доска объявлений в новиграде вы написали о том что здесь еще будет куча дополнительных заданий но блин я хочу закрыть те которые остались которые возможны вот это вот тут еще у меня есть знак вопроса где он где-то снизу вот но это я так поняла что лысая гора тут он мост какой-то не знаю можно буду отобраться или нет но бессмысленно тут вы мне говорили что задание из дополнения каменные сердца поэтому я туда не пойду вот а еще вот здесь у нас знак вопроса давайте сюда переместимся раз у нас один знак вопросикам котики 7 котов у корчмы 7 котов давно мы просто на этот на платве не гоняли не исследовали ничего такого хочется мы не хочется так ставим отметку тем более может быть я понахожу какие-то давай сюда запрыгивай какие-нибудь сокровища интересного на крышу вылезла помню барона так на крыше нашла чё-то по моему сундук с мечами правильно зачем ходить по дороге по тропинкам если можно вот так вот а контрабанда у меня сегодня снежное настроение за окном наконец-то наконец-то пошел снег нормальный снег так плывем сюда давайте заодно пробежимся к продавцу нужно выложить то что у меня уже есть ой потому что скорее всего на знаках вопросов мы находим что-нибудь интересное а это значит что нужно продать то что у нас уже есть а это это дурень ого у него денег а чё я не могу ему это все продать а нахрен он метода нужен давно ничего не делала опа ребята танцующая звезда огненный взрыв который может поджечь ближайших врагов урон огнем 100 а все теперь не могу делать какой-то у меня порошок наверное был да а я не посмотрела конечно же отвар из катакана увеличивает шанс критического удара и тут что-то было отличный яд повешенного 50 процентов силы атаки точно у меня же такое есть я блин с этими отварами если честно все будь здоров будь здоров все продать нельзя книжки палят сумасшедшие эти челы из-за вечного огня прошу покажи мне свои товары это мы все кстати мы продавали по моему да это можно продать вот это можно продать сапоги гвардеец а вот это так это те мерзкие тонашинская все ненужное продаем ого 80 пробития нормально так это можно продать вот это можно здесь снаряжение все будь здоров разобрали то что ненужное кстати я могу поменять деньги что я я вроде бы находила у меня есть немного денег я хотел бы обменять их на кроны вы попали по правильному адресу у нас самый выгодный курс в городе о я почему то знаете что думала раз строчка не горит значит у меня нет денег на обмен но я то собираю разные деньги правильно у нас серия получается такая вот не знаю что ли подготовительная починили свое снаряжение продали что-то освободили инвентарь вот нам сюда и впала в отчаянии и хотела искать целителя счастью муж объяснил ей хочешь ли ты чтобы на тебя снизошло благословение вечного огня подойди верный и досветит тебя и смотри как бы я тебе в глаз не засветил и осади а то меня тошнит от этого вашего ладана так бы сразу и сказал отзыв а у тетки дьякона болела голова от рыбной похлебки что тебе нужно сразу говорю мазь от геморроя кончилась что ты несешь похоже твои фимиамы плохо влияют на мозги то есть ты сказал пароль значит хочешь купить травы ну да какой пароль у вас тут заговор я не знаю никого пароля не знаю я никакого пароля если я случайно его произнес значит никудышные из вас заговорщики меня тошнит от ладана придумали тоже чтобы тебя хер желудями оброс сукин сын а к зиме крыльев выпустил и на юг улетел если ты меня выдашь я постараюсь чтобы наши костры были рядом и еще поддувать буду чтобы у тебя гузно скорее поджалилась чтобы тебя выдавать ты куда лучше чем благословляешь ты начинаешь мне нравится травник не буду я на тебя доносить ну да ну если так может поторгуем у меня много занятных вещей еще и в квинт можно сыграть покажи мне свои товары опа какая-то книжечка ульт фреи это че такое адреналин 5% арт 10 мощь квена 20 пробития доспеха но у меня 30 есть и все ну давайте раз знак восклицания купим ему ничего продать нельзя нет ну все прощай прощай исчезни пока я а где теперь читать у меня с книгами тут вечно какие-то вот оно неполадки надо эти книги попродавать культ фреи зигердрипас хиндерс фиаля оу ма гаш какое длинное имя фрея модран великая мать учит нас на нее возлагать надежду чтобы нас в жизни не тяготило к ней же возносит молитвы воина отправляясь в походы женщины что остались дома молятся об их счастливом возвращении фрея как мать и богиня лучше всех понимает людские болести умеет утолить печали и послать утешение горе же тому кто против нее выступит и воспротивится извечным законом который определила она для блага людей и мира такого ждет осуждение от течения животворного источника материнской любви а если не опомнится он и не захочет отрекшись от всякого зла в луна матери богини вернуться то проклят будет во веки веков он сам и весь его род земли севера велен это нам объясняют где находится велен мы там уже были жемчужина жемчужине севера аксимфурт эльпийские памятники нитинг это мы читали поэтический сборник гонсала де верса любить значит строить карточный домик или играть в шахматы но одно неверное движение или ход и все придется начинать сначала бум ну сука у меня тоже может терпение лопнуть вот этот хрен на меня нагоняет разберитесь с ним мистер стресс он а нет не будете разбираться прогнал меня сейчас спросил что случилось потом рукой махнул гаденыш так так это мы идем к вечному огню вот мы оказались в середине правильно капец аааа тут поклоняется вечному огню ночью тут людей столько не было когда мы сюда первый раз прибежали к динамей aşk ну ж кушу я не сделала учитесь надо надо Ну, вот сюда вот. Ой. Я так понимаю, все, я отсюда не этот. Где у нас тут? Ф5. А если я разгонюсь и прыгну в воду? Не фартануло, а не вышло. Чуть-чуть не хватило, миллиметрика. Изменяйте цвет в ведьмачьих доспехах с помощью чего? Красок? Ну, мне нравится цвет наших доспехов. Ой. Все, это будет теперь бесконечно? Это будет бесконечно, да? Вспоминается сразу серия, когда я искала доспехи школы кота. Блин. А как? Сейчас, получается, буду на себя стик, на себя тянуть и прыгать в мою сторону. Ну, пиздец, конечно, вот это я... Пришлось отсюда загружаться. Ладно, сейчас я добегу. Если это будет слишком долго, я тогда вырежу. Нет, это оказалось очень быстро. Не, ну жесть. Если бы он появлялся не на том же месте, откуда он скатывался. Еще ладно, а так, блин. Блин, я в любом случае отсюда, походу, никак не спущусь, да? О. Я не могу. Ладно, придется искать обходной путь. И не хочу просто далеко бежать. Я тебя предупреждаю. Отвали. Ладно, взяли доспех. А тут нет никакой дорожки, где можно спуститься, нет? О, тут самый маяк, на котором мы были. Давайте сохранимся вот тут вот, чтобы все что мы не скатывались никуда. Так там чуть-чуть было расстояние, эй. Да уж, эта серия бесконечна на смерти. Сколько раз я уже разбилась? Что убежала, хрен пойми, куда? Мне вот сюда надо. Если бы не пираты со скейлиги, я бы уже давно была обратно в фонд Ванис. Смотри под ноги. У нас в ковере порядка-то получше. О, тут ты не умрешь? Ну, конечно, теперь мне надо переплыть в полгорода. Для того, чтобы оказаться на том месте. О, сундук. Нашла тайное сокровище. Не горит. Зайди на берег. Ну, залазь, Геральт. Иисус. Это вообще возможно сделать? Фу, ребята, я начинаю нервничать. Вот же земля под ногами. Эх, ничего такого. Ой-ой-ой, сколько тут топцев. Доходят или нет? Мы форсим. Плывут, плывут, плывут. Затрите на карту. Опа, еще один. Все, гонка окончена. По-моему, я сюда падала, когда... Искала ведьмачьей древности школы кота. Там тоже их было много. И такое вот углубление было в скале. Класс. Интересная серия вообще. Решила я пойти на знаки вопроса. Азой, зайти можно? Ужас какой-то. Ура, мы на суше! Там, где нужно. Как птички поют. Класс. Че тут? Ага, я сейчас могу снова упасть. И разбиться. Ладно, идемте по дорожке. Кто тут? Как-то тут очень спокойно, тихо. Прям аж не верится. А где монстры? Сокровище под охраной. Ф-5. Панцирный главоглаз. Давайте их не поставим и... Поменяем бомбу на танцующую звезду. Ф-5. Нормально, классно, когда 4 бомбы Можно так легко закидать И все, по минус соточке Адам Дэйт, это у нас, по-моему, такое было А, это я пришла даже не на отмеченный знак вопроса Ладно, пофигу, утопцы Рассадник-чудовище А кто у нас тут? Кто это, кто это, кто это? Дайте вспомню без подсказок Дайте вспомню без подсказок Это у нас Не магическая тварь Или магическая, нет, это не инспектор Я вампир Хотя, наверное, магическая Чуть-чуть помедитируем Надеюсь, ребята, вам в ютубчике хорошо видно А, это голем Уходим Хорошо так прилетело Чертов грипп, урон ядом Но на голем это не действует Давайте вот это вот Пусть квены будет Уходим Крена себе у него этот Уходим Тихо 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 Вот это вот боевочки уже поинтереснее Уходим 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 Есть, есть, есть Фух Уходим А что, с него ничего не выпало? Ладно Призрачная пыль какая-то О Еще улучшение нашла Класс Пещера, я так понимаю, не очень большая Уходим 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 Большая Ух Смотрите Древнее письмена Наскальная живопись Заметки У Естера было одно задание Одно Записать закликания на ленте Которые не нужны для создания голема Ну и он, конечно, напортачил Теперь у нас лаборатория вместо стражника-убийца. А я его спрашивала, ты проверил текст? Проверил? Точно? Точно. Ну вот тебе и раз. А ведь я мог вместо этого кретина взять кого-то из своих студентов. Мы забаррикадировались, но он до нас не доберется. Это только вопрос времени. По крайней мере, я могу разнообразить свои последние минуты миштексом. Отменный товар. Мы бы за него получали кругленькую сумму. Если бы не идет, естер. Но мне все равно недолго осталось, значит, лучше. Уйти громко, хлопну дверью, чем медленно подыхать в госпитале. И так, во фейл жесткий мир. Нормально так. Небольшая ошибочка вышла. Видите, кто-то ошибся, а кто-то взял и залутался. Убив голема. Ну все. Жалко только, что... Нет этих... С него никаких штучек-дрючек. Все, выходим наконец-то на свет. А, все. Нам не нужно ж к лодке. Нам нужно вот сюда вот. Сейчас на плотве погоняем. Новая отметка пещера. Так, интересно, эти гнидачи что-то охраняют? Или нет? Эй. А, получается... Лохопеды. Лохопеды. Что думаешь, что с них лут не падает? Хотя бы с двоих выпало. Все, это они тут просто были. Наша подружка. Давно в монти не катались. Так, деревня. Просто, блин, когда вот так вот находишь какие-то такие домики, дополнительно открываются отметки для быстрого перехода. Это очень классно. Вот так вот, если куда-то нужно. Шатос сарасин какой-то. Не торопись. Так, кстати, мы уже встречались. У него хоть деньги с собой есть? Чего ему можно продать? Вот это вот сбагрить надо. Забирай. Единичка осталась. О банкроте лечила. Пока. Чё, тут ничего не будет? Ведьмак, чтоб я сдол. Не говори так, дурак. Спасибо за комплимент. Как-то без этих ваших комплиментов обойдемся. Вот тут вот какая-то. Квартирка. Чья-то домишко. Да перепрыгивай уже. В принципе, так уж и далеко. Видите, стараюсь бежать по этим, по тропинкам. Ага, стараюсь. Медведь 34 уровня. Он все равно 34 уровня. А что он такой жирный? Сори, 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 плотва, я случайно. Мне кажется, здесь медведь такой не зря. Против диких животных у меня, по-моему, я... А, вот, против зверей стальное оружие. Уходим, уходим. Он убежал? Так это мы можем его этими закидать. Бомбами. Чего он такой жирный? Люк спать. А, он сокровища охраняет. Вот, так вот, хорошо. Ееееееее... Блин. Конечно, можно было его не убивать. Сторожка, сторожка. Это были сокровища. Блин. Зато отсюда можно будет переместиться. Хорошо. Смотрим дальше. Сторожка-охотника есть вот... Еще какое-то поселение. Это нам куда? Это нам сюда. Блин, а что здесь... Такого уровня... Большого противники... Еще какая-то пещера. Пожелтевшее письмо. Дружище, если ты читаешь это письмо... Ого, смотрите, знак восклицания синий. У меня такого еще не было. Так, если читаешь письмо, это значит, что ты свободный человек. Знаешь, что Дракенборг тебя не сломил. Очень жаль, что где-то туда прижали хвост. На такова судьба. Теперь тебе уже поуху. Так что я спрятала твою часть добычи в пещере, у которой нам запрещали играть, дабы... Когда мы были маленькими. Когда-то там было полно пауков-переростков. Но теперь от них и следа нет. Ловче говорит, что они перебрались в другое место, потому что здесь им было нечего жрать. Так что сюда они, если и вернутся, то, наверное, не скоро. В общем, тут безопасно, а недобрая слава хорошо отпугивает местных мужичков. Идеально укрыто для добычи. Ящик закупан в задней части пещеры. Теперь ты богач и до конца жизни будешь шиковать до встречи. Ты уже знаешь же, где будем пить вино и жить в достатке до наших... До конца наших дней. Ого. А какого уровня? Какого вы уровня? Это пауки? Реально? Не-не-не-не, их там очень много. Ладно, все, валим отсюда. Ядоватый... Ядоватый вылом. Это мы нашли, конечно. Можешь глянуть, какого это уровня? 38-го. А чертежка-то у нас где? Ага, очень далеко, хорошо. Я не туда побежала? Так. Да, я не туда побежала. Горький сад. Опа. Закрыто? Как это вдруг я в нужный хочу? Опустевшее селение. Какого уровня здесь Козлюковы? Горький сад. Давайте прочитаем. Жила была одна женщина, Марлена, и был юноша по имени Барташ. Красив он был так, что глаз не оторвать, и бегали за ним все девушки в округе. И Марлене он тоже очень понравился, и влюбилась она в него первой любовью. Чувство было большое, и Марлена поняла, что без Барташа жить не сможет. По несчастному случаю были тогда уже Барташа жена и маленький сынок. Много времени занял Марлена убедить возлюбленного, что это она избранница его сердца. В конце концов, у него получилось, потому что есть у женщин дар убеждения, и ни один мужчина подался на их уловы. К сожалению, жена Барташа никак не хотела примириться с правдой. Только Марлена и на это нашла управу. Снова сумела она уговорить Барташа, и тут расправился со своей женой, трубив ей голову. И все бы кончилось хорошо, и жили бы молодые долго и счастливо, если бы не увидел душегубство его пятилетний сынок. Не было у Марлены иного выхода, как только начать уговаривать Барташа, который тогда уже был ее законным мужем, чтобы он избавился от ребенка. А тело похоронил вместе с телом матери, так чтобы остались они вместе навеки. Жесть это Марлена, сучка! В этот раз Барташ, однако, узаупрямился и не захотел делать то, что ему советовала женщина. Убить жену это не то же самое, что убить ребенка, который появился из его семени, говорил он. Передумал он лишь тогда, когда мальчуга начал громко рассказывать обо всем, что видел. И хоть и не поднял он руки на своего единородного сына, но нашел другой способ. Прокрался он к спящему сыну и перенес его в сундук, который закопал под яблоневым деревом. С той поры началось там странное дерево, потеряли листья и перестали приносить плоды. Люди видели дурные сны и наконец стали они покидать свои дома и хозяйство. И так в новом месте остались только Марлена со своим Барташем. Как-то раз приснилось ей, что в сундуке под яблонькой мальчик проснулся и плачет. Сама она тогда уже хотела завести ребенка и такие сны ее растревожили. Взяла она лопату, откопала сундук. Внутри она нашла только труп ребеночка без ручек и без ножек. Подумала Марлена, что должно быть, он их сам поел, прежде чем умер. Ведь детского тельца так набуха Марлену, что закопала на сундук обратно и не слово об этом и сказала мужу. Прожили они потом еще пару лет вместе, только жизнь эта была нехорошая. Изменился Барташ, перестал восхищаться Марленой, а потом и вовсе перестал с ней разговаривать. Повесился он в канун летнего солнцестояния и оставил жену один на один со своими снами. А Марлена перед смертью быкопала еще раз ребенка вместе с сундуком. И никто не знает, куда она пошла и что с ними делала. С тех пор ни один человек в тех краях не селился. Деревья там не растут и птицы не поют. Пиздец, что за хоррор? Не, ну. Так ей надо. Она заставляла человека убивать других людей. А чего все такие жирные? Нормально. Капец. Теперь понятно, почему это место так называется. Я в шоке. Ребята, надо уже заканчивать. Давайте тогда освободим опустевшее селение. Опа! Призраки. Повешены. Магические твари. Звери. Нет, нет. Вот это вот. Эээ! 29 уровня Хорош Оу Сколько вас тут? Эй-эй-эй Живите, ребятки, долго и счастливо Надеюсь, они не знают истории Это что же считается, это селение? Да, да, это мы сделали Опа, 22 уровень У меня, кстати, появилось Мамочка, вам пригодится Овечами умилен Только в глазах Стоит холод могильный Он даст тебе успех и достаток Щедро одарит и сребром, и с златом Пожалуйста! Только не даром так добр он к людям Время придет, по счетам платить будем Нормально так Сотровища в раз Тебе станут постылы Навек в кандалы Тебя заключил он Кто-то здесь еще есть? Видите, на карте здесь Враг Противник Ладно, давайте на этом завершим На вот этой вот веселой Под эту веселую могильную песенку С вами закончим И продолжим уже в следующей серии Он даст тебе успех и достаток Надеюсь, ребятки, вам понравилось Все плейлисты находятся в описании к видео Все Все, давайте отойдем подальше Это весь мир преследует Все, все, теперь нормально Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения Надеюсь, ребятки, вам понравилась эта серия путешествий Мы, получается, познали немножечко Тищем мира Это у нас Новиград считается? Нет, Новиград это город А вот эта вот вся часть Это типа Велен или что? В общем, узнали еще Немного о просторах Ведьмака 3 Прочитали грустную Даже не грустную Ужасную историю Одной пары И еще и услышали такую замечательную Могильную песню Теперь на этом точно все Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Жмите на колокольчик И комментируйте Всем до встречи В следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok